Продолжение следует... 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 Махапрабху процитировал этот стих перед господом Джагананхой. К примеру, как, например, юная девушка или юноша, они спонтанно привлекаются друг к другу, привлекаются всевозможными своими деяниями. Таким же образом, мой Господь, пусть мой ум спонтанно привлекается тобою. Это называется Рагануга-бхакти. Рагануга-бхакти, вечные спутники Кришны, Кришны, не те порековы. В их сердцах спонтанно проявлена любовь и привязанность к Кришне. Здесь используется такое слово. То есть, спонтанно, свобавик. То есть, никак не смешиваются вместе. То есть, это спонтанно исходит из глубины сердца. Таким же образом, Рагануга-бхакти спонтанно исходит из глубины сердца садаке. Рагануга-бхакти, не теоретически. Рагануга-бхакти, чейтана-махапрабху. Иногда он испытывал боль и разлуки с Кришной. Четтен Махапрабху думал, «Я радха, а сейчас мой возлюбленный Кришна оставил меня». Махапрабху думал, «Я радха, а сейчас мой возлюбленный Кришна оставил меня». День ночи сплакал. Кахамор прагат, мораливадан. Кахачао. Как же мне встретиться с моим возлюбленным Кришной? Сейчас, во время Радхаятры, Джаганат, но Читань Махапрабху не видел Джаганатху, он видел, что это Кришна. Это не божество, ты напрямую сын Нанда Махараджа, Нанда на Кришна. После долгой разлуки, сейчас Шримати Радхика встречается со своим возлюбленным Кришной, встретилась. Тогда Шримати Радхика стала выражать настроение своего сердца Кришны. И значение Радхаятры таково, что Господь Читань Махапрабху на самом деле настроение Читань Махапрабху мог осознать, осознал только наш Сваруб Дамодар. Поэтому Сваруб Дамодар, он вновь и вновь цитировал один стих Сейта Парана Пайтона. «После долгой разлуки, сейчас я встречаюсь с моим Купидоном Кришной, и как же мне общаться с Ним?» И вот это настроение исходило из глубины сердца Читань Махапрабху. И Читань Махапрабху иногда воздевал вверх руки, иногда он плакал, иногда катался по земле. Иногда Читань Махапрабху, катался по земле, иногда у него был насмор, и также слюна текла из его уст. И тогда Тело Читань Махапрабху полностью покрывалось пылью. Тело Читань Махапрабху как расплавленное золото, Тело Читань Махапрабху полностью покрыто пылью. И также у него был насморк, и текла слюна. Тело Читань Махапрабху. И тогда один девотый, которого звали Субхананда, он пили и пили, и пили, и пили. Читань Махапрабху начинал так сильно плакать, что все вокруг становились мокрыми от его слез. И один предмет, тысячи и тысячи предмет, которые были перед Читань Махапрабху. Когда Читань Махапрабху плакал, Каха Махапрабху над Муральмана вода, то слезы стрылись из его глаз, и все были полностью мокрыми от его слез. И тогда все думали, о, сейчас я принимаю крупицу милости Господа Читань Махапрабху. Так, Радхретра означает, как Читань Махапрабху, выражал свои чувства Бхавы, такие Бхавы, настроения разлуки Шримати Радхи Ки. То, что, сегнификатом Дуратайатра, то есть, как Махапрабху экспрессовал Своё Корацон въятии Сеньора Джаганата, и специально этот умор сепарацией от Шримати Радхи Ки. Когда Читань Махапрабху пришёл во Вриндаван, когда Махапрабху был во Вриндаван, в одном месте, который называется Гулал-кулда, когда мы совершаем Гулартхана Парихраму, или Враджаманда Парихрама, возможно, вы приходили в то место, которое называется Гулал-кулда. Гулал-кулда означает, что там проходили замечательные Гулал-кулда и Кришна с Гопи, и они бросались... Гулал-кулда, Гулал-кулда, и они бросались... Ри-во... Холи, Холи... 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 Как ребёнок, и тоже бросался во всех этими цветными порошками, он смеялся... И некоторые думали, что у меня такие красивые, у меня такая хорошая одежда, возможно, она запачкается... И такие люди боялись... Но вы не понимаете, каков смысл... Гулал-кулда означает, это сопрановый цвет... Это глубокая привязанность к Кришне, это называется Гулал-кулда. Лира вермельяда, асатроада, асатроада, в про-фунду-ка ripping... Почему? Если... хотя бы... одна крупица... по-удару... Что-то... если хотя бы одна крупица... порошка коснется вашего тела... то ваша жизнь через успех, и вобрите... мне расчиваете разницу... Наш человек трикер до самых речей, он просто играл такую роль. Он был Вайданти, Грудов иногда смеялся с ним. Когда они приходили в это место, Грудов, убрал немного этого красного порошка и наносил на щеки Шиля Тривикрама Махараджа. Грудов и Тривикрама Махарадж начали сладостно, с любовью спорить друг с другом. Такие замечательные люди. Сейчас я смотрю, если кто-то думает, о, у меня на одежду попало что-то. А кто-то вообще скрывался. Нет, нет, я не хочу, чтобы меня этот порошок касался. Да. На самом деле, почему я говорю, потому что Читань Махапарабову, когда он прибыл в это место, то Читань Махапарабову плакал. И поэтому эти лилы, как Кришна и Гопи совершали сладостные лилы, бросаясь друг в друга этим цветным порошком. И все вмощалось этим красным цветом. И так проходили встречи Рада и Кришна. То есть это не просто какие-то шутки и смех, это проявление Божественной любви. Прима-бхакти скрывается внутри этого настраивателя. Сейчас мы время пандемии. Ну, не так уж как бы хорошо, наверно, такие вот вещи устраивает там, бросаться этими порошками. Рилана Прабу, он скрывался. Ну что, тыснулся тебя, Гэл, порошочек? Немножко? Что-то? Ну что, Сундерана, да? Слишком. Я смотрю до сих пор у преданных у них. У них тела красные. Называется нурага. А нурага — это глубокая привязанность любой в Материадике. Почему я говорю об этом? Перед Господом Джаганатхой, когда Господь Читань Махапрабху пел, танцевал, памятовал Латюлилу. Тогда Читань Махапрабху, он вот так вот, сегодня это преданное так прекрасно, и, как бы, мини-джаганатху, как бы, мини-джаганатху, или движущихся джаганатху. Сантос, проявлено из Сантоса, проявили такого замечательного, маленького джаганатху, или также двигающегося джаганатху, который двигался вперед-назад, вперед-назад, иллюминатот, Читань Махапрабху – это самый джаганатх', он не отличный Джаганатхе, Кришне. – Читань Прадабху, его царь About Якнамадху, Читань Махапрабху, который является ключным dumpster Это джиганат, ой, это Господь, и его тело все в пыли, и слена течет из его хвоста. Он просто в уме подумал об этом. В своем менте он думал, что Махапрабху это Бхагаван, что он все в пыли, с лакрими и пыли. Поэтому Господь читал Махапрабху. Однажды пришел к нему в сон, и он сказал, ты знаешь, кто я такой? Тебе кажется, что я обычный саньяси? Тогда читал Махапрабху, по этой разуме, он тоже находится в сон, и сказал, ты знаешь, кто я? Ты думаешь, что я такой саньяси? Читлана Махапрабху тоже manifestал его жаганат-сварупа, и также manifestал его собственную сварупу. В этом моменте он использовал жаганат-сварупа, форма, джаганата, и сам его правила. Это называется Раакхи, Пратабхудатрата, и это то, что, что он? Итак, Читань Махапурабо уничтожил все сомнения из сердца царя Протопорудры. Там не заключено множество лил. И поэтому Читань Махапурабо вначале говорил, провозгласил, я не дам даршина царю Протопорудры. Но позднее Господь Читань Махапурабо все же даровал ему свой даршин. Такая замечательная лила проходила. Вначале Махапурабо притворился, что я с Аняси не дам даршина царю. Но Сарупа Дамодар и другие преданные сказали, что Читань Махапурабо очень разгневан. Но когда Читань Махапурабо полностью погрузился в настроение Шриматериатики. Махапурабо отдыхал в одном месте. Читань Махапурабо пришел в этот сад Господа Джаганадхи и отдыхал там под одним деревом. Этот сад называется Джаганадхи Балабабадхи. И тогда Читань Махапурабо просто закрыл свои глаза и стал размышлять о враче Лилакатхи. Тогда царь Протопорудра снял свои царские одежды и пришел в одежды в саду, в Вашнаве, Курту, Эндоти, Панджаби и стал массировать тело с наступого Господа Читань Махапурабо. И тогда царь Протопорудра стал цитировать эти шлоки, которые из Гопиды Гиты, Девятая шлока, Джайтите Дхикам. Ой, девятая, первая шлока. В общем, у нас там петь Гопи Гито и Шимат Бхагаватам. Вот это девятая шлока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И когда пришли вот эти последние слова? «Буридаджана» означает «та» «Буридаджана» означает «та» «Из жертвователей» Тут дожертвовать В этом стихе говорится «Буридаджана» означает, кто прославляет Лила Кришны. Он является лучшим из тех, кто жертвует. Тогда Господь Чтенна Махапрабу, он мне, царя Патапарудру, он просто закрыл глаза и сказал, «О, ты лучший из жертвователей Буридаджана, поэтому, что же мне тебе дать? Махапрабу сказал, я санясь, у меня ничего нет, что же я могу тебе дать? Да, Чтенна Махапрабу сказал, я дарю тебе объятия». И так он обнял царя Патапарудру. Тогда настроение Чтенна Махапрабу, это было настроение Шримати Радика. Если Шримати Радика обнимет вас, то какое же благо вы получите? Где подобрать слова? Какой удачей вы обладаете? И какое счастье вы будете испытывать? И кто же может прославить это? Брама, Шива, Нарада, Шуха, Бишма. Я далец. И кодус. Кто же может ejecutать? Это не так, где вы можете жить? Бами-бами-бами-бами-бами-бами-бами-бами-бами-бам'ай-бами-бами-бами-бами-бами-бами-бами-бами-бами-бами-бами-бами-бами. Из-подобедого в его действие и встал вosta. И это будет звучание Шумати Радика, Чтенна Махапрабу. Я просто памятую крупицы пыли, пыленьки с лотосных стоп в Шима-Тирадике, Раду, Капшар, Нарину. Это пыль с лотосных стоп в Шима-Тирадике. Очень трудно допущено даже для Кришны. А что говорит Брама Шивы Нарада? Они так же стремятся брать к этому стопу в Шима-Тирадике. А сейчас Махапрабху обнимают царя Пратапарудру. Они стали прославлять царя Пратапарудру. Ох, какой же удачей ты обладаешь! Что значит Ратхайатра? Как обрести крупицу милости, настроения Шримати Раддики? Это настроение читания Махапрабху. Поэтому Махапрабху распространял высочайшую прему всем и каждому. И это Шила Рупа Гасампад описал в своей книге «Видагда Мадава Натакам». «Видагда Мадава Натакам». «Видагда Мадава Натакам» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогая машина Его дом был очень близко от океана И Гурдев в основном всегда останавливался в его доме И писал грантхи, книги Гурдев там находился около 1-2 месяцев обычно И однажды Этот человек сказал Гурдев, ты дал Дикша мантры моему сыну Но он не следует Никаким правилам, предписаниям Иногда он повторяет Иногда он повторяет Иногда нет Поэтому какое же благо он получает То есть мой сын Какое же благо он получает Слушайте внимательно Это не моя катха Это напрямую Гурдев нам рассказывал И Гурдев сказал Не волнуйся Я принял его как своего ученика Я дал ему мантры Это моя ответственность Я даю мантры Я даю мантры Ей это моя ответственность Когда Гуру дает мантры Это мантры Это ответственность Гуру После Гурдева Я не понимаю, что я делаю Он говорит И Гурдев дает пример И Гурдев сказал, Гурдев, я не понимаю, тогда Гурдев привел такой пример. Жил один царь, у которого был один слуга. День и ночь этот слуга служил своему царю с утра до вечера и с вечера до утра. В 24 часа этот слуга служил своему царю. Тогда однажды этот слуга сказал своему господину, царю, я служил тебе, делал моему речу, и я отдал тебе все. Но мне кажется, ты не удовлетворил меня, не столько счастлив в мною. Почему же? Но ты настолько довольна своим сыном. А твой сын ничего не делает. Он просто ест, спит, смотрит телевизор. Почему же ты настолько счастлив? Своим сыном, но не мною. Тогда царь сказал, в твоем вопросе уже заключен ответ. Потому что он мой сын, а ты мой слуга. Царь, ты замечательно ответил. Ты мой слуга. А это ты мальчик, это мой сын. Тогда царь сказал, послушай, я тебе даю зарплату, и поэтому ты служишь в моем доме. Так это или нет? Все твои действия направлены на то, чтобы удовлетворить меня, чтобы я заплатил тебе больше денег. Так это или нет? А если я буду платить тебе меньше, и кто-то предложит тебе больше, то что ты сделаешь? Ты оставишь меня и отправишься в другое место. Потому что ты слуга. Например, поймете вы или нет? Например, вы работаете в какой-то компании, и компания платит вам... Ладно, 10 тысяч риалов. Ладно, 10 тысяч долларов. Понимаете? А если в другой компании предложат тебе 50 тысяч долларов? Даже если вы директор этой компании, и другая компания вас предложит... Ой, посмотри, какие у меня замечательные условия, я буду много тебе платить. Тогда тут же вы отправитесь туда. Почему? Потому что ты слуга, и твои отношения со мной построены на деньгах. Это или нет? То есть целью слуги является получить деньги... То есть отношения второстепенные в этих отношениях, а деньги стоят на первом месте. А царь сказал, мой сын, сейчас он маленький, ничего не понимает, он не знает сколько у меня собственности. Но он не знает, что он не знает, что он не знает. То есть, но когда он вырастет, это означает, что он станет наследником, он понимает, что он наследник. Потому что таково правило, все мои деньги, все мое имущество принадлежит моему сыну. Моей целью является, чтобы вырастить своего ребенка таким образом, чтобы он в дальнейшем стал ценен, таким же, как и я. Такова природа. Политики думают, мой сын станет таким же политиком, как и я. Адвокат думает, что мой сын тоже станет адвокатом. И царь тоже думает, мой царь должен стать таким же царем, как и я. Так это или нет. Поэтому Гордов привел такой пример. Я даю дикшу мантры, это означает, что я беру на себя ответственность. Самое главное, чтобы он просто не совершал вошнаву аппаратку. Это слова Городева. Иначе чем вы занимаетесь, это моя ответственность. Как сделать человека преданным, это моя ответственность. Городева делал этот пример. Он сказал, что я даю дикшу мантры, и это моя responsabilность. Единственное, что он не может сделать, это обеспечить вошнаву аппаратку. Что он делает, что он не делает, что он не делает, что он не делает, что он не делает. Это для меня. Гуру аппаратку, вошнаву аппаратку. Если вы владеете таким человеком, то его не делает никакого блага. И никто не сможет спасти вас. Поэтому я всегда вспоминаю эту хриквику Городева. И Городев сказал, это моя ответственность. Как сделать из вас чувствительны. Теперь мы не знаем, что это мантры. Один день, он будет понимать. Возможно. То есть он даже не понимает значение этой мантры, но она, что он осознает, и все. Почему я говорю об этом? Потому что что Махабабу раздавал высочайшую премию. Какую премию? Манджарибаву. Какая премия? Ничто иное. То, что очень легко принадлежать для Брама, сива, сива и нарада. Ну, я не могу сейчас просто. Какая премия? Потому что я обеспечу все это дело. Я вообще не саду Гурваштану, а с ну, что Читань Махапрабху, Гурпад Падма дали мне. Почему я говорю об этом? Когда Читань Махапрабху пел и танцевал перед Господом Джаганадхой, то только лишь Сваруп Дамадар осознал сердце Господа Читань Махапрабху. И в тот год, так что туда приехал Шиларупа Госвампат, и Шиларупа Госвампат осознал сердце Господа Читань Махапрабху, и написал такую же, подобную шлоку. Почему я говорю об этом? Потому что только Сварупа Дамадар, который понимает Махапрабху, и потом Рупа Госвампат тоже понимает о том, что было внутри, и произвел этот шлоку. Сварупа Госвампат, он написал этот стих. Что такое шлоку? И смысл этого стиха «Шимати Радика встретилась с Кришной на Курукшетре». Когда Шимати Радика стала выражать свои чувства, бавы перед своими Сайки, Лолитой Вишакой и какими же другими Сайки и своими подружками, И мы рады Кришна встретить оба встречающихся с Кришной на Курукшетре. Но моё сердце не радует, и это тоже твой Кришна. Так почему же твое сердце не радуется? Тогда Шимати Радика сказала, «Остаки, мои подружки, послушайте, сейчас ваше настроение полностью отлично». На Курукшетре Кришна думает, что он царь. И парикары также были различными, там были Удава, Пандава, Ядава, Зачок Удава. Бриндавана, разница, очень хорошая, прекрасная. Бриндавана, он называется «Бриндавана» 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 «Бриндавана». «Бриндавана» «Бриндавана» И кто может жить во Фриндаване? Тот, чает сердце, полностью чувство от всевозможных оскорблений и аппаратов, и тогда Йога Майя проявит для вас трансцендентный Фриндаван Дхаван. Сила Бхатимон Такура объясняет, когда вы обретете и получите милость Йога Майя, тогда вы увидите трансцендентный Фриндаван, правда-то Фриндаван, там такая прекрасная Майя 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 Майя. Как говорится в этой шлоке, Брахма Санхита, Чинтамани, Пракрас. Все деревья во Фриндаване построены из Чинтамани, из камня исполняющего желания, Чинтамани. Все деревья во Фриндаване, это Калпатару, Калпаврикша, Калпатару, Калпатару. То есть они исполняют также все желания, все хоровы называются Камадену. И каждый день все супруги Нарайана, на Вайкунхе приходят во Вриндаван и начинают подметать. Они царятся в Вайкунхе, но когда они приходят во Вриндаван, то они становятся как дворники. Они называются во Вриндаван. И они называются во Вриндаван. И это Лаксми. И это Лаксми. И это что? Вриндаван. И это Лаксми. И кто же может прославить Вриндавана? И кто там будет жить? Только лишь Нитя Сида Парикавана, вечные спутники Кришны. И также от Вриндавана не отличная Навадви Падхама. И Навадви Падхама является щедрой, очень щедрой и великодушной Дхамой. Стадаки, Сиддхи, Апаратхи, Оскорбители. Все могут жить в Навадви Падхаме, в город Хаме. Поэтому Гаурадхама, Навадви Падхама, также называется Арадхаван, Гаурадхам, все это различные названия Навадви Падхама. Что касается Макхари, они все на одном из наших городов, которые являются воплощением, и весь именно мыслят. Нитя Сида Махапрабхова. И hujan Махапрабхова, И это прежде на... Я считаю, что вся компания, которая больше виновата, будет дать облиг у всех нас. Чематератика сказала, мой ум не счастлив на Кругшатре. Я хочу вернуться в Абриндаван. Потому что в Абриндаване в Абриндаване там находится Радхакуды. Ямонаш. И настроение Кришны очень радостное. Это настроение Мадхурья. Да, в Куркетра, Кристос море, он называется искусство моря, опуленция. Я бринаван, Кристос, он думает, что я... Глобовар. Модур... Модурам, Модурам, Молуни, Панчимон, ты сказал. И Кристос, он играет... И Кришна играет на флете. Когда Кришна играет на флете во Вриндаване, тогда сердце всех становится... Все начинаются охмелёнными, они так замечательно на этом танцевали. Модурам, Молуни, Панчимон, ты сказал. Субтитры сделал DimaTorzok Модурам, Молуни, Панчимон, ты сказал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 произносят эти сладостные грубые слова, и от них я очень счастлив, но я не столь счастлив, когда я слушаю молитву Брахма, Шивы, Нарады. Шима Тиратика не скажет Говинда Мадя Пуруша, скажет ты так Шима Тиратика, эй какой ты такой Адипуруш-то? Шима Тиратика скажет Говинда Мадя Пуруша, нет, она скажет, что история эта, как ты Адипуруша, как это? И Шора Брахма, Кришна сочитает Говинда Мадя Пуруша, кто это может сказать, Брамаджа, может так сказать. Почему? Потому что Брама, он Адикарик дас. Поэтому Брама говорит Говиндам Мадя Пуруша, Говинда Мадя Пуруша, Говиндам Мадя Пуруша, Говино Мадя Пуруша, Говинда Пуруша, Говиндама Мадя bed Но на самом деле это тоже не настроение Шрима Тирадхи. Ну, что-то лучше, чем ничего. Но ее настроение совершенно иное. Шрима Тирадхи говорит, что ты черный обманщик, негодяй. И Кришна очень счастлив от этих слов. Потому что такое према. И когда према, любовь становится очень концентрированной, тогда спонтанно подобные слова исходят из уст возлюбленной, из глубины ее сердца. Лакшма Деви не может так обратиться к Нарайне. Ты такой негодник. Сита Деви также не может ничего подобного сказать Господу Рамачандре. Даже Царица Дварака, Рукмина и Сатьябама, они тоже не могут использовать такие слова по отношению к Кришне, что вроде как Кришна такой негодяй. Но во Бриндаване гопи очень легко используют подобные слова. Поэтому Кришна сам говорит, «Я не могу отплатить тебе». Кришна сказал, «Если я буду жить даже век Брахма, если тысячи лет я буду пытаться отплатить вам за ваш долг, служить вашим лучшим стопам, я все равно не смогу отплатить вам этот долг». Так же, что Прабадананда Сарасвати Пат приводит в этом стихе. Прабаданда Сарасвати Пат – это Тунгавиди Асаакья, «Но очень смиренно пройдется такое шло, что если я стану всего лишь соломинкой в метле, не дуванився, тогда моя жизнь уничтожится успехом». Почему? Потому что Прабаданда Сарасвати Пат – это Верховная Личность Господа, и Он приходит в Кунжу Материадике и зажимает ножки своих ушей, и трется носом на землю, и вновь и вновь молит на стопы Материадике, говоря, «О, рады я твою покрытое паще». Проданное животное, пожалуйста, полей на меня свою милость. Когда Шматериадика является маном и гнивается, он говорит, что он хочет, чтобы он превратился в паще, в паще в паще, потому что там Кришна ходил к Кунжу Материадике, и, перед Кунжу Материадике, Кришна держал свои уши, спрагал на ряду, и спрагал на ряду, и он молился к Шматериадике, «О, Шматериадика, пожалуйста, я не могу, 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 я не могу». Когда Шматериадика является маном и гнивается, и она закрывает дверь своей Кунжи, тогда Кришна приходит к Сааке Манджаре и предлагает им свои поклоны. С другой стороны, Брама, Шива, Нарада, все они предлагают свой поклон лотосным стопам Кришны, а сейчас Кришна предлагает свои поклоны лотосным стопам Манджари. И такого рода лилы проходят во Бриндаване, потому что Кришна – это Расика Шекара Кришна. Кришна – это Расика Шекара, он воплощение всех рас, нестилищих всех рас. Поэтому Шматериадика говорит, «О, Кришна, пожалуйста, приди во Вриндаван. Вриндавана – это твоя изначальная Дхама. Почему ты находишься на Куракшетре? Почему ты находишься в Двараке Матуре? Кришна, по-фавор, вене про Вриндаван, для своего рода оригинального. Почему ты находишься здесь? Почему ты находишься здесь? Здесь нет Гераджи Гвардхана. На Куракшетре нет Гераджи Гвардхана. Нет, не Муна, ничего. Пожалуйста, приди во Вриндаван. Но если вы отправитесь во Вриндаван, то вначале куда вы должны отправиться? в Новодипо, в Новодипо-Тхама. Без милости Гура Сундары никто не может попасть во Вриндавана-Тхама. Инициатива Продолжение следует... Гуракл вторг vaght� Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok